Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класса Автор Мерзляк Полонский и Кир под номером 75. Из данных чисел нужно выписать те, которые делятся нацело. В первом случае на 3, во втором на 9, в третьем на 3 и на 2. Мы знаем, что когда изучали признаки делимости чисел на 3 и на 9, то нам нужно находить сумму цифр, из которых состоят данные числа. Если сумма цифр делится на 3 данного числа, то и само число делится на 3. Если сумма цифр данного числа делится на 9, то данное число, состоящее из этих цифр, делится на 9. Ну, а что мы знаем про кратность 2? Если число заканчивается четной цифрой, которая делится на 2, то тогда и само число делится на 2. Итак, давайте составим с вами табличку. В первой строчке у нас будут числа, а во второй строчке мы будем находить сумму цифр данных чисел. Итак, к 8 прибавляем 9, это 17, к 3 прибавляем 7, это 10, к 10 прибавляем 17, это 27. Что мы знаем за число 27? 27 кратно и 3, и 9. Значит, первое число 8 937, это число, которое делится и на 3, и на 9. Но это число не делится на 2, потому что последняя цифра данного числа нечетная. Итак, записываем это число по цифре 1, 8 937, это число, которое кратно 3. И это же самое число, 8 937, кратно 9. Рассмотрим следующее число, 6585. Найдем сумму цифр данного числа. К 5 прибавляем 5, это 10, к 6 прибавляем 8, это 14, к 10 прибавляем 14, это 24. 24 кратно 3. Поэтому, так как сумма цифр данного числа делится на 3, то и само число делится на 3. Запишется в М6585. Это число, которое кратно 3. Но число 24 не кратно 9, потому что не делится на целом на 9. И хотя это число кратно 3, но оно не кратно 2, потому что последняя цифра данного числа 5, а 5 это нечетная цифра. Рассмотрим следующее число. 37828. К 3 прибавляем 7. Найдем сумму цифр. Это 10. К 8 прибавляем 2, это 10. К 10 прибавляем 10, это 20. К 20 прибавляем 8, это 28. 28 это сумма цифр данного числа, но она не кратна ни 3, ни 9. Значит, и число, которое составлено из этих цифр, сумма которых не кратна ни 3, ни 9, не делится ни на 3, ни на 9. Рассмотрим следующее число. 44 292. Найдем сумму цифр данного числа. К 4 прибавляем 4, это 8. К 8 прибавляем 2, это 10. К 10 прибавляем 9, это 19. И к 19 прибавляем 2, это 21. И что мы видим? 21 это число, которое кратна 3. Так как сумма цифр данного числа кратна 3, то и само число тоже кратна 3. Записываем по цифре 1. 44 292. Это число, которое делится на целое на 3. Заметим, что это число заканчивается четной цифрой 2. Значит, данное число делится и на 2. Поэтому это число 44 292 мы можем записать и по цифре 3. 44 292. Итак, данное число заканчивается четной цифрой, поэтому это число делится на 2. Сумма цифр данного числа делится на 3. Значит, это число делится и на 3. Рассмотрим следующее число. 9362. Найдем сумму цифр этого числа. К 6 прибавляем 4, это 10. К 9 прибавляем 2, это 11. К 10 прибавляем 11, это 21. И все то же самое. Данное число заканчивается четной цифрой 2. Значит, это число делится на 2. Сумма цифр данного числа 21 делится на целое на 3. Значит, это число тоже делится на целое на 3. Значит, это число у нас попадает в ответ и по цифре 1, и по цифре 3. 9462 делится на целое на 3. И одновременно это же самое число делится на целое на 2. Рассмотрим следующее число. 58395. К 5 прибавляем 5, это 10. К 8 прибавляем 9, это 17. 17 прибавляем 3, это 20. 20 плюс 10, это 30. 30 сумма цифр данного числа, которая делится на целое на 3. Значит, это число, состоящее из этих цифр, тоже делится на целое на 3. Записываем 58395 по цифре 1. Число, которое делится на целое на 3, кратно 3. Смотрим, это число заканчивается нечетной цифрой 5, поэтому данное число на 2 не делится. Поэтому по цифре 3 это число не попадает. 30 не кратно 9, значит, данное число не делится на целое на 9. И рассмотрим последнее наше число, 22646. К 2 прибавляем 3, получаем 5. 5 прибавляем 6, это 11. 4 прибавляем 6, это 10. И получаем в сумме 21. Итак, данное число у нас будет делиться на целое на 3, потому что сумма цифр данного числа делится на 3. Это число заканчивается четной цифрой 6, значит, это число делится на целое и на 2. Значит, по цифре 1 и по цифре 3 мы запишем это число. 23646. Делится на целое на 3. И 23646 делится на целое на 3 и на 2. А на 9 данное число не делится, потому что сумма цифр данного числа не кратна 9. Все, мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. До скорых встреч!